Приветствую вас. Аноним прочитал ваш вопрос. Давайте мы его разберём. Условляя, вашу проблему можно разделить на две части. Первое, это то, что у вас неприятное и равнодушное отношение к сексу и к флирту. А второе, это то, что вы пытаетесь объяснить мужчинам, что взаимодействие между мужчиной и женщиной гораздо шире секса. Я думаю, что несмотря на то, что это две составляющие проблемы, все же они несколько связаны между собой. А именно, что несмотря на то, что вы говорите о своём равнодушии к сексу, все же мужчины, с которыми вы взаимодействуете, мужчины, очевидно, либо чувствуют сексуальное влечение к вам, либо по своему складу характера такие, что не считают, что отношения между мужчиной и женщиной шире секса. То есть, грубо говоря, ваши мужчины, мужчины в вашем окружении уделяют значение секса, уделяют значение, придают значение, простите, сексу больше, чем вы явно. И это касается, я так понимаю, всех мужчин. Как не сложно догадаться, именно вы выбираете себе в окружении подсознательно таких мужчин, которые большее значение поддают сексу, чем вы, потому что все сексуальные сферы ваши являются вытесненными. Вам нужно определиться с тем, для начала, что вы вообще будете делать с тем, что у вас неприятное и равнодушное отношение к сексу. Потому что вряд ли можно достраивать гармоничное отношение, скажем, со своим мужем, да, если вам не нравится заниматься сексом и, как бы, с точки зрения здоровья, сексуальное желание важно и нужно. Вот, поэтому то, что у вас есть запрет на то, чтобы быть сексуальной, и на то, чтобы, соответственно, получать удовольствие от секса. Это совершенно очевидно. Вопрос в том, готовы ли вы работать с тем, чтобы этот самый запрет снять. Вот, там еще вы можете сказать, нет, меня все устраивает, меня все устраивает, мне это неинтересно, мне неинтересно след, мне неинтересно секс. Так что вот эта суть отличает, что вам неинтересно быть женщин, а женщина, потому что именно женщина занимается сексом, именно женщина занимается сексом, в принципе, чувствует себя женщиной. Так же, как и женщина чувствует себя женщиной, когда вывод на себе заинтересованные мужские взгляды. Это не значит, что отношения между мужчиной и женщиной только сексуальные, но тем не менее. То есть, по сути, у вас есть запрет на дочь, чтобы быть женщиной. Потому что гендерная роль, это всегда, в некотором смысле, сексуальная роль. Хотя и, конечно, далеко не всегда. Но, без сексуальной роли, женская роль, очень сильно объединяется. Поэтому, вот то, что у вас, это вот именно женственность подавлена, по крайней мере, в том, что касается секса и флирта, это очевидно. И вопрос заключается, что вы хотите ли вы над этим работать? Хотите ли вы, например, разбираться, почему так произошло? И, соответственно, даже не почему так произошло, а как это происходит сейчас? То есть, почему это произошло, не так важно, как это происходит сейчас у вас, да? И за счет чего это происходит? И какой конфликт лежит в основе данного поведения? И как нам этот конфликт разрешить? Для этого необходимо ваше желание. Дальше. Там могут быть очень, кстати, много разных причин, почему у вас такое отношение к сексу. И, как бы, всех их перечислять я не буду. Самое слово, это не имеет смысла. Но важно, чтобы вы понимали, что без гендерной роли, без гендерного наполнения, да, но отношения выстраивать, в том числе со своим мужем, вам будет достаточно проблематично, проблематично. Вот. Дальше. Штука ставится второй часть проблемы, как объяснить мужчинам. Вы понимаете, мужчинам объяснять ничего не нужно. Это первое. Второе. Мне показалось, что вы противопоставляете себя мужчинам, что тоже является в целом ошибкой, потому что мужчине себя противопоставлять не нужно. Нужно просто говорить на понятном, именно, мужчине языке. А понятный мужчине язык, это язык действий, язык поступков. То есть, условно говоря, когда вы что-то объясняете, вы не объясняете мужчине чего-либо на самом деле. Когда вы что-то объясняете, вы лишь показываете мужчине, что говорите на своем языке, то есть на языке женщин. И мужчина это считывает, как приглашение к мужскому, соответственно, поведению. Но если вы разговариваете на его языке, на языке действий, то все сразу становится понятно, мужчина видит, что вы действительно хотите. Поэтому, ну, не объяснять, а действовать, мне не очень понятен ваш вопрос. Как можно что-то объяснить взрослому человеку? Да никак. Если человек хочет понять, он поймет. Если человек не понимает, он и не поймет. А вот действия, поступки, поведение, по сути дела, лишают у человека выбора поступать как-то иначе. Это означает, что для вас единственным вариантом является именно действие. Чем лучше вы будете действовать, тем сильнее вы будете демонстрировать, что какие-то вещи вам неинтересны и просто на это не реагировать, чем быстрее. Мужчина прекратит с вами флиртовать. Другое дело, что в этом плохого, опять же, если у вас с мужем отношения дружеские и это отношается к любви и влечениям между вами нет, то, ну, что плохого в том, чтобы пофлиртовать и почувствовать себя, опять же. Женщины, да? Вот. Вот, в принципе, и ответ на ваш вопрос. Если я правильно его понял. Вот, в принципе, всё. То есть, вы говорите, как себя вести, как мне устраивать своё общение, да? То есть, это вот такая общая достаточно рекомендация, но тем не менее, насколько общим является ваш вопрос, насколько общим является мой ответ. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, а если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.